14 сентября на площади Ленина прошло торжественное вручение нового транспорта больницам и школам области. 21 скорая и 13 школьных автобусов разъехались в этот день практически по всем районам области. Сегодня в вашем присутствии вручил вам вот эти ключи от этих замечательных автомобилей, которые, конечно, значительно лучше, чем то, что у вас есть, чем то, что у вас было. Вам будет намного комфортнее находиться за рулем этих автомобилей. Нам с вами будет значительно спокойнее за сотни годовых репетий, там они будут помещаться в поле комфорта автобуса. Нам с вами будет значительно спокойнее. Многие из школ, которым сегодня передали автобусы, уже получали машины по нацпроекту образования, действовавшему около 10 лет назад. Но за это время автобусы успели поизноситься, стали барахлить. Учителя признаются, что ездить на них уже просто опасно. К тому же, со следующего года в силу вступает федеральный закон, по которому перевозка детей на автобусы, к которым больше 10 лет, запрещена. Автобус, он очень нам нужен, потому что в нашей школе занимаются дети из четырех сел. И 85 человек – это ежедневный подвоз в школу и обратно. Села Большой Уренбаш и Малый Уренбаш Чадоклинского района и поселок Лесной Меликесского района. Поэтому для организованного, качественного и удобного и безопасного подвоза нам этот автобус очень и очень нужен. Но этими 13 машинами замена школьных автобусов не ограничится. В планах у областных властей в ближайшие несколько лет заменить еще около 40 автобусов. Приобрести их планируют за счет областного муниципального бюджета. А вручение машин скорой помощи стало уже очередным за последние несколько лет. Начиная с 2013 года мед. учреждения области получили 92 автомобиля. Теперь к ним добавились еще 21 машина. 20 из них разъехались в районы области и в Новоульяновск. Безусловно, машина очень нужна. У нас проходят трассы по территории района Ульяновск-Саранск. Естественно, на этой трассе, как вы сами понимаете, часто случается ДТП. И вообще там живут в этом поселении просто люди. Там машина уже работает давно, подлежит замене. Поэтому это машина, которая, соответственно, имеет оборудование, в том числе реанимационное оборудование, КГ-аппарат. Очень нужна данная больница, конкретно Тагайской, нашему подразделению Майинской больницы. И она, естественно, спасет не одну человеческую жизнь. Машина, которую получили в больнице на экспедиентах, это микроавтобус УАЗ. И то, что под скорой были оборудованы именно вездеходы, врачи оценили с положительной стороны. Все-таки вызовы поступают и из отдаленных сел, куда на обычном транспорте добраться не так и просто. 21-й медицинской машиной стал реанимобиль, предназначенный для территориального центра медицин-катастроф. Он оборудован последним условия техники, что позволит его помощью спасти жизнь и десяткам наших земляков. Игорь Улитин, Юрий Конихин. Новости дня. Ураганская правда.